да уж жаришка сегодня хорошо кто там по машинке наверное кто-то алло да да это я какой расчетный счет нет никакой фирмы вы наверно что-то перепутали фамилии очень что моя все правильно как там не фирма с 2018 года я об этом не в курсе вот так вот в жизни бывает вы идете по городу прогуливаетесь по парку вам поступает звонок который вы изначально принимаете за рекламный спам откроете счет у вас есть фирма что какая фирма на мне ничего нету но придя домой человек залез в интернет вбил свои данные увидел что с 2018 года на нем есть фирма у которой на сегодняшний день за должность минус 350 тысяч рублей прямо сейчас я познакомлю вас с ним и он нам детально все расскажет этот ролик будет максимально полезен для каждого из нас потому что кто-то из вас сейчас сидя перед экраном телевизора не понимает о том что он оказывается давным-давно в бизнесе и по его документам открыта фирма которая ведет реальную деятельность но чем она занимается ему неизвестно как выйти из этой ситуации постараемся разобраться в этом видеоролике приятного вам просмотра я хочу поднять тему охлаждения двигателя так как это один из важнейших факторов его долгой и надежной работы за последний год резко поднялись цены на все сырье из которого изготавливаются антифризы в том числе на тару в которой он разливается и на транспортные расходы при этом доходы населения не изменились а у многих даже упали и на этом фоне проблема которая существует очень давно усилилась эта проблема контрафакта недобросовестные производители изготавливают антифризы с добавлением метанола что дает возможность давать более низкую цену но при этом страдает очень сильно качество но такие антифризы закипают при температуре около 100 градусов и легко воспламеняются сэкономив можно столкнуться с действительно ужасными проблемами двигатель перегреется решетка радиатора будет подвержена страшной коррозии очень быстро начнет разрушаться помпа радиатора вы сэкономили 200 рублей а потом бац и капиталочка именно поэтому очень важно выбирать надежных производителей так как проверить антифриз можно только в лабораториях и вот он отличный пример тассол синтез который производит всем известный антифриз felix компания производитель регулярно и успешно проходит проверки со стороны внешних аудиторов имеет кучу допусков от автозаводов да и в целом компания существует уже давно и имеет положительную репутацию на рынке а это значит что составу felix на этикетке можно смело доверять больше того у felix есть система проверки подлинности через сайт вы можете обратиться к производителю и узнать напрямую подлинность конкретной канистры друзья помните что некачественные антифризы могут быть очень опасны обратите ваше внимание на felix ведь с ним вы можете быть спокойны ссылка на сайт производителя ждет вас в описании читайте отзывы felix за свое качество ручается и вот тот самый человек который получил такой звонок в реальности матеич привет тебе 22 года вот расскажи первое ощущение пришел по городу тебе звонят здравствуйте мы из банка давайте откроем расчетный счет ты понимаешь что что никакой фирмы у тебя нету ты вовсе на сегодняшний день там студент последнего курса ощущение что подумал мошенники да первое впечатление было то что это звонят мошенники был в шоке и после разговора когда тебе говорят о что на вас есть фирма вы можете открыть у нас расчетный счет мы предлагаем более выгодные условия что ты сделал потом после этого я позвонил в налоговую назвал данные этой фирмы девушка сказала что да существует такая фирма даже сказала мне задолженность какая есть по этой фирме там что порядка 350 тысяч рублей взыскание сказал то что да она оформлена на меня фирма существует с 2018 года гендиректором я являюсь не ошибаюсь 4 апреля двадцатого года и при этом когда ты пришел домой ты воспользовался гуглом куда ты просто даже бил свои фамилии имя отчество что может собственно сделать каждый из вас сейчас и вот что меня больше всего поражает когда говорят о том что нужно беречь персональные данные законы там делать персональных данных вот просто в открытом поисковике забиваем твои фамилии имя отчества ну и нужно было бы найти только твой ннн забиваем ннн вот вся информация на ладони общество с ограниченной ответственностью культ где ты являешься генеральным директором с 15 апреля 21 года то грн и ннн компании когда зарегистрировано 2018 году уставной капитал 11000 рублей вся информация просто вся она здесь идет в том числе написано что с 2020 года он является генеральным директором а когда мы опускаемся ниже у нас здесь есть вот такая судебные дела ответчик сумма исковых требований к организации 50 тысяч рублей долги на сумму 335 тысяч рублей друзья это не какой-то секретный сайт это все находится в открытом доступе каждый из вас может посмотреть здесь смотрели даже статистику по судам в общем 95 процентов делом проиграл суть в том то что явно что-то здесь не то ну хотя бы то что матвей об этом даже знать не знал что с 18 года фирма есть а с 20 года он не генеральный директор а что сегодня по этой фирме у нее задолженности повторюсь 350 тысяч рублей примерно вот насколько там написано у них на сайте то что там она занимается розничной торговли еще что то там то есть там 19 пунктов там все не перечислить чем она занимается но опять же чем она в реальности занимается как бы ну а что будет если завтра к вам постучаться в дверь и скажут вы ведете незаконную деятельность в этом видеоролике хочется дать полезные советы о том что ребята храните ваши персональные данные паспорт налево направо не рассылайте а есть уж ссылайте пишите на нем для кого для чего но это все пустая болтовня потому что на сегодняшний день век высоких технологий все эти персональные данные легко подделать переделать и сделать ровно так как они нужны мошенникам для получения на вас кредитов для оформления на вас различных фирм и иных противозаконных действий поэтому друзья самый главный принцип здесь следующий зайдите после просмотра сюжета и вбейте в интернете ваши данные посмотрите точно ли на вас нету кредита точно ли на вас не оформлена какая-то фирма это простейшая если вы начнете читать интернет то увидите кучу отзывов кучу криков людей о том что на человека повесили 2 миллиона долга он об этом не знал он ничего не брал но доказать ему это не удалось и поэтому сейчас он его исправно платит за кого-то надо вам такое я думаю точно нет дальнейшем ты начал рыться и еще что-то надо в дальнейшем я начал рыться и увидел еще одну фирму где написано мое имя фамилия отчество а там что по фирме там по фирме там оборот по моему около полутора миллиардов или миллионов миллиардов в год у них там госзакупки госзаказы короче но вот как то так но это мы еще оставляем под знаком вопроса потому что это нет стопроцентной гарантии что это относится к нему но тем не менее вот такое может запросто произойти абсолютно с любым из нас что у тебя есть задолженности самое главное друзья чего здесь нужно бояться неизвестно чем эта фирма занимается ты спишь утром фсб откройте открывается дверь тебе влетает мамона выяснять то что оказывается вел какую-то там плохую деятельность и тебя будут вышвыривать ты начал наводить справки общаться со знакомыми обращаться к людям там кто может в этой ситуации помочь что рассказали вообще как правильно себя в этой ситуации вести мы подсказали что во первых девушка которая звонил в налоговую узнавал по фирме она не дала адрес сказала приехать там какой-то пункт из налоговых где-то в красногорске вот написать заявление соответственно будет разбирательство еще посоветовал написать заявление в полицию слушай ну как об этом всем узнал не было желание в первую очередь вот здесь написано про юридический адрес где твоя фирма находится взять палку и приехать с палкой сказать так вы чё тут да было желание на самом деле обязательно это сделаю приеду но я на 99 процентов уверен что там ничего нету фиктивный да фиктивный просто юридические адресы все друзья юридические адресы чтобы вы знали продаются по цене ну примерно там пять восемь тысяч рублей люди платят в месяц за то что ты у тебя адрес может юридически быть напротив кремля что ты серьезная солидная компания либо многие покупают юридические адреса где-то по регионам регистрируют фирмы там для того чтобы меньше платить налоги потому что по нашей стороне она большая где-то налоги больше где-то меньше то есть точно также вот это пытаются обходить и фишка в том еще что плюс что на тебе ничего нету что ты на сегодняшний день гол как сокол это да и по-хорошему если даже бы долги были бы там не 350 тысяч гораздо больше там 350 миллионов не дай бог если бы ты бы не смог или там не сможешь доказать то как бы взять с тебя нечего да сможешь обанкротиться а те кто имеет на себе квартиры машины и не нужно думать друзья что если у вас одно единственное жилье что вас из него не выгонят уже говорят есть судебная практика где человека из единственного жилья выгнать к этой ситуации нужно относиться максимально внимательно каждый из вас прямо сейчас может взять свой мобильный телефон открыт там google любой абсолютно поисковик вбить сразу свои данные в битин чтобы посмотреть если по вам какие-то подобные фирмы точно также мы снимали сюжет где человеку поступал звонок ему говорят у вас кредит когда закрывать будете а он и знать об этом не знает ссылочку на сюжете оставлю в описании откуда и как это все происходит а ты когда-нибудь был зарегистрирован в каких-нибудь каршерингах еще где-то вот что-то подобное в каршерингах не был зарегистрирован никогда здесь ясно одно что откуда-то утекли данные при этом в каршерингах ты никогда не регистрировался потому что в каршерингах есть такой косяк когда некоторые из них закрываются банкротится данные продаются на раз-два кредиты ты не брал заявки никогда на кредиты не подавал. Нет, подавал, подавал заявки на кредиты. И отправлял паспорт, соответственно. Да, да, да. Вот, друзья, либо же ты где-то, когда ты его мог кому-то переслать через WhatsApp, на визу, ту же самую ты ездил путешествовать. Да. Соответственно, вот так вот, по щелчку пальца просто у вас данные утекают, а потом, спустя какое-то время, выясняется то, что, пожалуйста, на тебе есть фирма. Поэтому, ребята, за своими данными нужно следить максимально внимательно. Что мы сделаем? Ты доведешь эту ситуацию до конца. Да, конечно. Выяснишь, что, как и как это разрешилось. Если кто-то из вас через эту ситуацию проходил, обязательно напишите ему на почту, подскажите, как это решать. Ссылочку на почту мы оставляем в описании и плюс ко всему я вывожу ее на экран. И также, когда он этот вопрос решит и фирма будет закрыта, ликвидирована, если у тебя это получится сделать. Ну, я надеюсь, что получится. Получится, что минус 350 тысяч, это же надо еще будет доказать, что это не ты. Конечно. Это теперь ты виноват и ты вводишь. По-другому никак. Я даже в налоговой ни разу не был. Я в налоговой был один раз, когда ННН получал в 18 лет. Все, больше там не был ни разу. Как вам такое? Я сделаю отдельный либо видеоролик, если там что-то будет насыщено по событиям, либо я сделаю публикацию в сообществе Ютьюба, сделаю публикацию в Инстаграме нашего канала, куда вы можете подписаться, где я прям детально расскажу, чем закончилось это дело. Твои мысли по этому поводу? Что вообще вот есть сказать, можешь посоветовать людям? Посоветую людям бездумно не отправлять документы свои, паспортные данные никому, ни в WhatsApp, еще где-либо. И, соответственно, как можно чаще, наверное, проверять по всяким сайтам, чтобы мало ли вдруг не было на вас фирмы либо кредитов. Ну, тревога на душе есть какая-то? В принципе, нет тревоги. Ну, как? Нет, она есть, но я понимаю, что я тут вообще не при делах. И, то есть, если начнут разбираться, я думаю, что как бы все разрешится. Я желаю тебе удачи в этом разрешении. Спасибо большое, что выделил время заехать вот так вот просто в открытую. Подсказать, что есть такая ситуация, что не выдумывается это все. На самом деле, я получаю огромное количество писем, где люди вляпываются в различные жизненные истории. Но в большинстве своем 80% не готовы приезжать и рассказывать о них на камеру. Кто-то стесняется, кто-то не хочет, чтобы об этом увидели его соседи и что-то не так о нем подумали. Кто-то думает, что если он сейчас расскажет, ему это еще больше аукнется. В любом случае, я открыт для того, чтобы каждому из вас помочь. Если есть сложная ситуация, приезжайте, расскажите контакты. Я на вас оставляю. Пишите, помогайте друг другу, потому что в большинстве случаев, вот все ролики, которые выходили на канале на различные истории, людям вы же помогаете. Полезные советы дают и все выходят из ситуации победителями. Я надеюсь, что и Матвей тоже точно так же решит этот вопрос, закроет. Друзья, вот такая ситуация. Я занял у вас не более 15 минут, но тем не менее, вы получили полезную информацию и знаете, что беда может прийти просто внезапно и что из нее можно выйти, если заранее об этом позаботиться. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм, потому что там всегда выходят только свежие новости. Пишите ваше мнение в комментарии, что вы думаете по этому поводу. Если вдруг кто-то из вас оказался в неприятной ситуации, ему нужна точно так же помощь или огласка, все контакты со мной в описании. До новых встреч всем пока-пока!